мент быкует и провоцирует блогера вызвали ответственного на мента гопник или полицейский часть 2 значится что я вам хочу сказать да это вторая часть вторая часть нашего любимой рубрики той самой зачем правильно магазином с цыганами забивами со всем остальным так что ставь лайк подписывайся ссылку на артема вульф оставил внизу в описании ребят если я говорю про топите за эту рубрику будем еще с тем чем ходить снимать и короче вычищать наши магазина от просрока чтоб никто не травился и все люди были здоровы так что всем приятного ссылку повторюсь на тем еще оставил за труды обязательно ему лайк и комментарий поехали тема привет огромный погнали да кстати кто не смотрел первую часть обязательно посмотрите поехали я кстати здесь уехал мне надо было куда-то ехать по моему то ли в больничку то ли еще куда-то и я не знаю чем это эпопея закончилась я не знаю полицию а вы кто майор полиция оставил товар выбираю пожалуйста они не так сообщают кушаете не оплачивает час с одеждой не пойму здесь произошло был нюхаю нюхаю конечно товар нюхаю перед оплатой чурс что что здесь случилось свет так падает тюк оставил на баш кажется из какой целью ознакомиться товаром ну да то вы имеете вот этого я кстати не видел на свежесть на органолептические свойства какие органолептические кого позвать органолептика директор претензии весь пожалуйста дождите уже еще не вынесло он его жрал стоял к 1 жрал нагло очень очень нагло че не сожрал под откусывал был товар с товаром я вышел за кассу товар прошел через кассу она пробила товар через кассу да да я там коробочку тоже пробил целую коробку нашел как каких-то там палочек или что-то я не помню что я там пробивал но было очень интересно надо было кстати тоже все сожрать я что-то забыл пробил товар артем да конечно был такой да пробила товар естественно я его понюхал все сказал что не нравится вот она элита элита вся надроченная стоит ребят обязательно посмотрите первую серию это шикарно можете на моем канале можете у артема ссылочку обязательно здесь оставлю это великолепно это это лучшее что вообще было со мной и происходил на таких съемках я вам честно говорю это топ я пока не решил боец невидимого фронта работу выполнил на ура люди даже забыли куда они шли смотрели ля 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 вот пивасы стоят надроченные максимально всего магазин собирал желание такой товар платить нет я не отказываюсь зачем желание просто она пишет за всеми ну извините но осталось у меня с прошлых времен такая страшно очень страшно ну все она такой товар оплатить скажите или нет за какой вот такой если просроченный это вы должны знать и не я товар просроченный здесь здесь лицо по лицу можно сразу понять что ничем хорошим это закончится не могло потому что я когда услышал что его начинают душить у меня начало это начало очень сильно все везде напрягаться я ничего не считаю я обычный покупатель я пришел мне не нравится вы же сказать хороший не просрочен товар от видите я этого не замечал надо было в упор подойти вот так вот в ушко отвлечь немного разрядить атмосферу причем заметьте никто не спрашивает кто я вообще никто в упор просто подошел стоит чувак просто я тебе говорю это 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 лютейшие инкогнито это человек который он как бы есть но его как бы нет невидимка вы что хотите хулиганские действия в этом человеке нет хулиганские действия его действия нету можете написать заявление сейчас я возьму объяснение потом можете с ним разбираться зачем ваш сады скрыл правильно больше имущества 720 максимум вы чувствуете что когда подошел некий человек сразу разговор пошел в правильном русле то есть вот эта аура аура она видать какая то есть то есть сразу пошло правильно все двигаться по 17 у юриста нет прекрасно работают такими людьми которые это не обращать внимание а вот полицейских грамотах мало до согласен так ну чё делать либо вы разберете сам бля надо следующий раз когда вот так вот какая-то начинается какая-то карусель надо мимо всех пройти вот так вот протиснуться интересно обратят внимание или нет или в центр просто встать вот сюда просто в центр встать и стоять интересно можно так или нет я что она привлекать негодяя испортил испорченный товар звучит новая статейка найдется в законе либо сами разберете исполен я вас и не вызывала не артём к вам претензии нет мы магазин почувствуете второй видеоролик подряд у артёма то есть аура понимать благотворно влияющие сразу на сотрудников это очень хорошо кстати молодец я вот это кстати не помню что он говорил почему-то выпало мне из головы то есть поставщик пришел не убрал некачественный товар с прилавкой да еще раз говорю это некачественный а он все просрочен да да есть там ну вот я не знаю конечно я обычно покупательного смотрю мне кажется сегодня уже 12 08 они 2 08 вот и вот мы его так по всему товару кажется все лишь 12 08 на прилавках стоит 10 дней просто . ну-ка убрала быстро блять детей травят сейчас я начну берите жалко что ли надо это было доколе нас травить будут граждане посмотрите пожалуйста на вот этих вот беспринципных людей которые позволяют себе травить нас простой люд доколе граждане мы это будем терпеть вперед товарищи кассам повиять товар и вышел из магазина давайте это я купил даже вот детская я приобрел до его 1 печенье напишите заявление до магазину проводить правил от детского учил воде вот он мой хороший смотри самый нужный момент когда никто и ничто не предвещало беды 06 08 в руках что-то находится до 19 05 22 нет выявлена была целая коробка детских хрустяшек на кассе сука стояла я выявил понимаешь детских хрустяшек там что-то от скольких там лет там заметили молчу все прокомментировать как-то можно заметь никто вообще со мной не разговаривать ни один человек не спросили кто вы что вы зачем вы никто вообще ноль реакции ноль вообще ноль просто ноль я вообще просто просто из ниоткуда взявшийся человек вообще это это верх маскировки директор вы да объясните как чувствует саш май месяц простой объяснишь нет а если бы я бы лизнул и отравился такого товара много целыми партиями стоит и детская в том числе до сих пор лизуется лучше здесь у вас надо привлекать слышь нет извинись не усмотрен вам директор ответственность технологу вас просто вам же говорили что просрочный товар а по откуда видеосъемочка велась откуда скажи из того самого места правильно расставленные камеры и он наблюдения и внутренние вот это вот тема дала свои плоды как вы это прокомментирует покупатель вот говорила на человеке было сука зафиксировано крупниками ходить которые ежедневно проверяет снимается вот это должно быть составляться блять здесь надо знаешь этот серый экран я уже говорит преисполнился просто я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет блять проживаю на триллионах или триллионах таких же планет вообще полностью преисполнился вообще я хочу просто покоя блять и умиротворить ничего больше не хочу чисто чисто на мемы блять просто в душу смотрит на а ву да 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 давно отправляться куда на свалку на свалку точно люди не должны кушать это понятно это тоже все куда полезла куда полезла в мои вкусняшки надо извиниться теперь надеюсь понятно почему товар не понравился вам же говорили покупать товар просрочен но я извинись извинись я об этом не должен вам говорить вы должны убрать извинись пока не поздно вытворец прилавка они я вам должен опять еще раз она говорит сейчас вас как охерачит а штрафует будешь знать сейчас я еще лизнул палочку и начну исполнять что в результате вашей халатности скрючила пожилого киберспортсмена как начнут все каловыми массами везде замазывать я могу могу начнется здесь непроизвольные эти приступы диареи все все стены будут все окна я могу я серьезно говорю не дай бог то там столько про строка было это мы еще не ходили по магазину там просто исполнять сказки сразу начали на полу кататься в конвульсиях могу могу я еще раз говорю я пока что чтоб меня артем пока что просто брал с собой на съемки видеороликов это я еще пока не исполнял я пока затаился то есть я вот так вот пока потихонечку если я начну исполнять на каком-нибудь если ну вот меня кто-нибудь от тронет коснется все это будет блять вообще алис я честное слово говорю это порвет так я я могу правда говорю начну исполнять так что просто ну разорвет у всех я я честно говорю если мне вот так вот начнут хамить грубить это все это ролик сразу несколько миллионов просмотров соберет я реально говорю я могу откусить какой-нибудь просроченный и начать валяться в проходе могу я я без шуток говорю сразу же будет реакция организма мгновенная коры все сразу скорая реанимация и начнутся тут все ты чё там такая пена начнется блять сразу там там будет . невозврата мгновенная просматриваем покупатель сам должен найти и принести вам два пальца в рот сразу везде органина начнется это ты ты даже не понимаешь вообще что может вылезти из вроде с виду культурного человека вообще даже не представляешься никто не должен там пенная вечеринка будет вообще просто как в трудном ребенке на каруселях жалоб много извинитесь хватит стоит газует посмотри какая наглая на магазин человека с бородой плохая примет перебивать лечить не ляпнул кучу я не знаю потому что сейчас тогда заявление подамка но и вот эту девочку я с вами культурный я работаю на кассе я не когда она выложит вас цвету подойдите на нюху я еще раз на youtube можно на кассе не обязан проверять на каждый товар срок отлично понимаете если я буду это правильно хотя бы себя кассир вести должен не рассказали сейчас уберем извини не бросаться не бросаться как психос без рука на четвереньки стал одежду снял 5 4 3 2 1 надрочка максимально пограниченное состояние у пациента блять просто пограничное быстро взрываешься брат там там тонкая грань между культурным отзывчивым очень милым человеком до неадекватного быдла она блять вот такая вот такая маленькая вот я когда вижу наглых вот этих вот блять там детонация происходит просто за долю секунды просто сразу первое что вы должны сделать открыть под директор просто пришел проверил но вы чё первый день работаете зачем кидаться зачем грубить зачем хамить выгонять из магазина зачем выталкивать я с вами закончил разговор пишем значит да тогда я подам заявление вам по поводу просроченного товара купленного но и подъезжать на месяц подам со стороны на самом деле это смотрится в 10 раз веселее я я не знаю как это так работает это ими каждого понимают до конца что это их вина не правы до последнего на это видео сейчас покажу что здесь происходило обычно стороны снимали все страны пройдете патрульную машину я вместе здесь потом магазине поштовар то я не могу сбросить не выйдет заявление объяснение пишите на протокол принять условно заявление на пустом бланке значит облад дежурную часть нет на месте я хочу подать пустное заявление соответствую сорок раз все пока ну все это составлю рапор нет заявление подать но я говорю в нет протоколу снова заявление съездите за ним или в этом бланке а вы не поедете вы не будете менять земле и ржайна нет я вам даю бланки пишу с на заявление прошу принять устная зафиксирую рапорту не надливаться пожалуйста я не плюну мне в глаз попали что вы извините артем напишите свою рукой устное заявление я же говорю устно у меня нет протоколу пустой бланк переводачивайте обычный бланк и пишите смысле просто было ну вот так не получится прошел с претензер я думаю что сейчас максимально майор кайфует от этого опозорились очень жестко солнечногорске очень жестко опозорились это ну реально не иметь бланк устного заявления просто пусть он у тебя где-нибудь в этом валяется это очень грустно явление я еще раз говорю напишите своей рукой учебе грамотный что а при чем-то безграмотный я обязан писать здесь вот он уже хамить начинает полицейский безбивайте почему безграмотный у тебя хер во лбу вырос ну давай так разговаривать что за бред безграмотный не безграмотный тебе по закону говорят элементарные вещи то что хочу написать устное заявление в чем проблема-то быстро достал этот листочек нет листка взял блять он из принтера вытащил взял написал все думаешь есть какая-нибудь обратная связь обратная связь ты серьезно думаешь что нет обратной связи после видео которые залетают на несколько сотен тысяч просмотров и сейчас серьезно не ну тебе виднее базару 0 кайкаешь никто их не отсматривает не сбоя ничего не отсматривает не конечно нет конечно ему грамоту ёпта вручили и сказали что он молодец сто процентов своей рукой на нее заявление вы должны принять заявление к сотрудник полиции в устной или письменной форме как гражданин захочет пишите а я в устной принятия не буду принимать отказываетесь отказывает заявление принимать наша полиция ну что звони на 102 тогда звонить если у нас такая ну это 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 знаете вот но это чисто от подмосковье вот вот эта тема ну просто вот а полиция можно что за сирения времени о машине мы приди но все это вот это вообще габелла удостоверение можно ваш меня удостоверение в машине то это жопа как только вот это вот посмотрит кто-то повыше все это это габелла потому что документы и оружие должно находиться всегда при себе он берет в открытую на камеру говорит у меня удостоверение в машине то что совсем блять отморожены или чё это блять стоит весь нестриженный ну вот я говорю на ровном месте просто ну какой то ну просто дичь делают причем по культурному общались видит то что ребят нормальный ну возьми скажи ребят ну ёпта но нет у меня этих ну по-человечески бы сказал бы просто взяли все это вырезали и никто бы ничего не стал вставлять просто бы был факт то что написали заявление все это описали выкинули все нет надо газовать ты че умный не умный совсем что ли это 9 вышла общаетесь но не уходить полицейский сейчас я предъявлю поливите машины мы вас ждем там выход вот полиция слушай но в принципе все понятно есть одна очень хорошая поговорка и вот поставил со стороны послушал специально наш начали за здравие окончили как обычно за упокой я не хочу я не буду я не хочу я не буду это дома можно все правильно не хочу не буду плохо на службе есть закон все просто есть переваренный но он же знает что не правы сто процентов без головных уборов вышли это не полная форма одежды 2 нет нагрудного знака чему что думаются так вообще вообще как бы по-хорошему по-хорошему это сразу ответственному дежурному звонишь и все и гага майор полиции остапенко антон сергеевич до 25 года инспектор ппс п вот это запрещено хранить в удостоверении любые любую херню это просто это нас за это просто нагибали хотя это другая служба я понимаю но это это просто габелла вижу верю ничего принимаем ну чё принимаем этот ну это майор я напоминаю это человек от старший офицерский состав я боюсь просто спросить что там ниже творится и без камер просто боюсь спросить явление конечно у меня нет банка доедем до воды на пустом бланке вы приезжаете мост подождем хорошо ждем все вы вернетесь не убежите кто-то убегает смотри просто как он себя ведет бля это просто сразу неполное служебное я отвечаю был бру начальником вот вот этого человека сразу насос бы прилетел сам просто мгновенно ты просто но посмотри как себя человек ведет но это просто пиздец это это просто пиздец и эти люди вот они носят форму я говорю с них нахуй погоны просто надо срывать сразу с этих людей это обычные быдло беспредельщики причем он напрямую провоцирует человек который ему просто говорит дружище он тебе сказал элементарные вещи на башку фуру одень блять возьми он он а он вообще в принципе должен выходить так с машины то есть он просто должен выходить подойти сказать здрасте такой такой-то там пятое-десятое ну фура мешает там заполнять документы или какая-то там нештатная ситуация да он ее может там наешь уже чисто по-человечески так снять где-то но еб твою мать ну так себя вести выцвивший обоссанной блять этой футболки выйти не футболки а когда пола называется но это блять но это зашквар ебаный но еб твою мать ты майор полиции но ты пишешь по отделу человеку так ходит ну чё ну почему блять нельзя нормально себя вести и нормально блять в опрятно выглядеть но это ну это жесть это просто трэш какой-то это майор я еще раз говорю это майор это чей-то на это это найти у него у него в подчинении люди находятся я спрашиваю не убежите не надо обыковать на таком томе общаться вы же полицейский можно кстати вызвать дежурного да 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 просить вызвать дежурный потому что давай звоним на 102 конфликтная ситуация как разговаривать подходит в упор просто провокатор обычно здрасте хотели бы вызвать ответственно по городу солнечногорск в магазин пятерочка dimension да у нас всю полиция вам нужно здравствуйте хотел бы вызвать ответственно по городу солнечногорск в магазин пятерочка вам полиция нужна это была полиция у нас мне если можно волшебника блять в голубом вертолете можно и конфликт произошел ну здесь от тема на самом деле маленькой тормознул ему надо было здесь говорить, соедините меня с отделом, откуда они приехали. Сказать, сейчас был вызов, туда-сюда, пятое-десятое, вызовите, в первую очередь у них спросить, откуда они, они обязаны это сказать, из какого отдела. Далее просто соедините меня с этим отделом, если они не дают контакт, туда звонишь, говоришь, я хочу вызвать ответственного дежурного. Если вообще, по первому требованию человека, если происходит конфликтная ситуация, он может сказать, товарищ майор, у нас с вами конфликтная ситуация, я считаю, что вы нарушаете мои права и нарушаете права других людей. Так же, как вы нарушаете закон, это мое мнение личное, я не судья, но я так считаю, вызовите ответственного дежурного. Все, конец истории. Он не может отказать, он говорит, да, окей, если он говорит нет, ну, это уже отдельная история, которая будет, это... Ну, вызовите полицию, либо соедините с отделом полиции, я сам вам сообщу. Ну, я не соединяю, я могу телефончик дежурного приставать. Ты представляешь, что это такое? Ты звонишь 112, она говорит, я не соединяю. Телефончик могу вам продиктовать. А где находится? Какой мадрец? Давай, 102, мы звоним. Вызовите сюда полицию, хорошо, на место. Я говорю даже, за кадром, я говорю, мы в 102 звоним. Куда, кого, чего продиктовать? Ты должна соединить тебя, люди просят соединить тебя, блядь, с полицией. Номерочек там я продиктую. И скажите, да, номер дежурного, я ему потом позвоню отдельно. Населенный пункт какой? Деревня Дубинино, Дубинино 2М. Прямо на въезде. Отказывается заявление у вас принять? Да, полицейский отказал заявление принять и уехал в результате. 112, ладно, 112. Все поняли, про что я говорю. На линии информации передаю в полицию, вдруг вы не ходите. Хорошо. Знаешь, если майор себя так ведет, ты представляешь, как себя ведут? Они же на него смотрят. Чему он их может научить и что он может сделать? Обратите внимание. И да, друзья, сегодня нам помогал искать прострок блогер, стример, Леха Хардплей. Ссылочка на его канал будет в описании. Крутой мужик, обязательно подпишитесь. В ближайшее время с ним еще будет очень много рейдов. Спасибо, Темыч, но я тебя тогда, пользуясь случаем, приглашу на видеоролик. Давай, может быть, что-нибудь на улице приготовим вкусненького. Да погнали, без проблем. Вот, давай ребят позовем. Давай. Вот, я думаю, что девчонка сейчас не закончится. Да, да, да. О, вашу информацию передали в Солнечногорске ОМВД. До свидания. Подъедут или нет? До свидания. Просто я хочу вызвать ответственного дежурного. Я передала информацию, до свидания. Все. Это 112. Ты, блядь, представляешь, что это такое? Аноним вот пишет. Привет от ФСБ из Солнечного Магадана. Здравия желаю. У нас таких работников очень быстро ставили на место. В последнее время и вовсе такие пропали. Ну, потому что это Подмосковье, понимаешь? Здесь, здесь я вообще не понимаю, что творится порой. Я честно говорю, я, мы хотели поснимать в городе, в моем. Но я понимаю, что здесь меня многие узнают. С кем-то я там учился, с кем-то, где-то мы пересекались, где-то спортом вместе с кем-то занимались. Только поэтому мы в Клину не стали снимать. Я говорю, поехали в любой соседний город, просто заедем. Я говорю, сто процентов будет то же самое. И здесь просто джекпот три семерки. Ну, пожалуйста. Они нам не говорят, чтобы прочитать телефон отделения полиции дежурной части. Можете позвонить и прочитать. Да, давайте. Все, спасибо. До свидания. Так, ну что, теперь звоним в отдел полиции, узнаем. Еще раз вангую, будет сейчас разрывная. Сейчас что-то должно произойти. Потому что они не хотят бежать. Ну, слава. Пользователь занят. Занят. Ты прикинь? Занято. То есть ты бежишь, в тебя сзади топор летит. Занят. Звоним в отдел полиции, называется. Многонранный номер, который, по идее, должен быть, он занят. То есть, если сейчас режут кого-то убивают. Осуждаю. Ас-вас-вас. Ас-вас-вас. Ас-вас-вас-вас. Ну, в принципе, заняты. Полицейские заняты, понимаешь? Ну, заняты. Ну, бывает. Грустные. Балабал пьяный так не вернулся. Че все вякаешь? Дождись, говорю. Не уезжай только. Это в первой части. Обязательно посмотрите. Да. Я сейчас подъеду. А то свалите сейчас. Ох, я так его ждал. Ты знаешь, я со стороны стоял и ждал. Когда он будет... Я честно говорю. Я так его ждал. Блядь, я правда. Я вот просто вот, я ждал его. Знаете, вот... Блядь. Этот ролик бы был просто прекрасным. Просто прекрасным. Там... Блядь, в камеру не влазит. Арни в лучшие годы, согласись. Рассказывать, как корабли браздят просторы. О, пошел сиг... Мистер Олимпия. Финал. С космосом. Здравствуйте. Вызывали сотрудников полиции в магазин «Пятерочка». Не подскажете, подъедут полицейские или нет? А то они сказали, что не будут принимать заявление и уехали. Не понял. Еще раз плохо слышно. Перезвонить. Занято. Это... Это просто... Это вот, блядь, это... Это гениально. Причем мувы такие прям, ну... Дефолтные, самые обычные, самые простые. Вызывали сотрудников полиции... Голос, да, кстати, как в «Пиле» в фильме. Помните? Пила. Магазин «Пятерочка». Деревня Дубини. You wanna play the game? Ммм. Дубинина. Ага. Полицейские приехали? Полиции приезжали к вам, поехали. Вы же письменное заявление отказались писать. Сейчас они поехали за устным заявлением. Сейчас подъедут. А, подъедут. А то они скажут, что не будут принимать заявление. Нет. Вы отказались. То есть в письменной форме вы просили непосредственно в устной форме. Правильно? Все верно. Абсолютно верно. Планк заявлений у них закончился, к сожалению. Сейчас они возьмут бак. Тролль, машина. Заявление не подъедут к вам. Все, понял. До свидания. Ждем их. Не переживайте. Никто не отказывал. Замечательно. Ждем. Человек на трубке чуть-чуть. Никто не отказывал. Чуть больше понимает все-таки, что надо. Чуть-чуть. Вот они прям чувствуются, так как они закончились. Прямо передо мной, последний. Вот он приехал к бабушке и брал заявление устное. Буквально вот прям тоже. И они, заметьте, они заканчиваются всегда вот прям. На мне. Да. Причем предыдущий видеоролик так же. Вот только вот минуту назад закончились. Минуту на вас. Вот бывает. Не везет. Не везет. Это карма, наверное, плохая. Да. Надо почистить. Надо почистить. Или это биополе. На меня постоянно проклятие. Вот насылают сотрудники. И понимаешь, такие люди работают в магазинах. И такие люди отвечают за наше здоровье. Нет, работа, давай уж говорить откровенно. Работа здесь очень сложная. Давай говорить откровенно. Как сказал один великий. С твича. Работа для рабов. Да. Что это местный локальный рофл? Это я цитирую слова. Да, поэтому я просто не мог его сюда не вставить. Это факт. То, что люди приходят. Люди разные. Но когда уже... Укол да уже все фрапсит. Те носом тыкают то, что ты продаешь просрок. Директор магазина приходит с перегаром. Извини меня. Я просто промолчал, но... Перегар от меня был? Ну, ты что, не почувствовал? Там фон. Нет, там фон хороший. Да, да, фон хороший был. Ну, там видно по лицу, что вчера было какое-то алкопати. Он стоит. И давление до 300, наверное. Потому что вчера, видать... Может, от нервов уже, знаешь, пока. Может. Ждала. Но фон стоит алкогольный. Я просто сам не бухаю, поэтому он чувствуется очень... Слушай, вот местный коттенген. Ты видел, сколько у них пива было в пакетах? Ты видел, сколько они взяли пиван депола. Я видел, вы знаете, как я его... Где? 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 Ну, где? Не, на выходные, подожди, долгие. Че бегать 10 раз, когда можно? Один раз взял, два по пять и пошел. Согласен? Согла... Полностью соглашусь. Можно пять по два. Тоже как бы, ну, от перемен и мест слагаемых количество литров не меняется. Да. Какой день недели? Пятница. А-а-а... А-а-а... Расстроен еще людьми. Люди, как эти, как сычи, начинают чирикать, квакать. Я просто... Поэтому смотришь по видеороликам, такого, ну... Постоянно такое. Не ощущается. Все квакают, но никто даже не забирает, не разбирается в ситуации. На камере это как-то не так заметно, потому что сушки снимают один какой-то кадр, плюс еще не так звук хорошо улавливается, когда вживую это слышишь. Я не представляю, сколько за кадром всего говорят. Это забейте, это попадает в кадр часть. Сколько народу везде, заказ, еще кто-то что-то мимо проходит, пукнет. Вы не представляете, что там творится? Со всех сторон тебя давит вот это вот. Причем заметь, для всех вот это примитивная ситуация, то что, ну, женщина-кассир бедная, несчастная, вся устаршая. А то, что женщина идет, камеру закрывает, пытается толкать молодую девушку, это вообще всем без разницы, да? Быдло я, все. Причем заметь, тут сразу бойцы ММА, миксфайтеры, миксфайтеры эти, я у мамы кунг-фу. Сейчас же сказали, что у нас будут проблемы, женщина, которая уезжала. Я сам жду. Общаться. Ты вообще знаешь, общайся. С кем? Я тебе на устрою. Номер зафиксировала? Ребят, мы их поймали. Вы только подумайте, что вы в Санкт-Петербург приехали. Раком на гут? Тебя нагнут. Сказал 10 минут. Через 10 минут мы подъедем. 50 минут прошло. Чуть-чуть не успевает, сейчас подъедут точно. Нет, подожди, ну пробки. И самый прикол, что у них дохрена еще детской просрочки, и я уверен, они ничего не сняли. Ой. Это ты, наверное, отгрыз? Лех, пока мы тут вернулись. Я все грызу, да. Найс, ты настолько голодная. С вас, кстати, пример беру. Потому что вы кто, правильно? Ребеночек. Это тоже я погрызу стану. Ой. А это, это, новогодняя. Припорошили. Новогодний снежок уже. Да, да, снежочек пошел. Заметьте, у них одна схема. Вот, ребят, тоже будьте внимательны. У них одна очень простая схема. Так, садимся, поехали. И все люди, как тюлени, привыкли. Голову опустили, все, поехали. Все, они покатались, время убили. Человеку полдня убили за счет этого. Он там сам будет сеть писать. Надо немножко хотя бы знать свои права. И давление сразу начинает оказывать. Жесткое, да. Давление сразу начинает оказывать психологию. Ну, вы представьте, это почему эти слова подтверждаются, Темой и моей, в общем-то, вот эта мысль, То, что давление очень жесткое оказывается. Объясню. Если человек себя ведет в магазине так, На камеры, как магазинные, так и камеру оператора, Подходит в упор, провоцирует еще что-то. Вы представляете, что творится без камер в отделе Или пока вас куда-то везут? Это... Там просто забейте. И сразу в отдел. Потому что понимаю, что если здесь человек под камерами И так далее, он может еще как-то себя чувствовать свободнее, То в отделе полиции, они максимально задали. Да, здесь. Вот он. У меня этого нет. У меня этого нет. Она это говорит так спокойно. Почему у тебя нет? Кабыдет норма. А как ты на службу заступил? Ты заступил на службу? У них должна быть папка. В папке должно быть один, второй, третий. Принять устное заявление. Принятие такого заявления. Он все должен знать. Он не у меня должен спрашивать, где что. Берите, пишите. Я отказываюсь. Он причем заметил. Сказал, да, я отказываюсь. Я устный пришел принять. Я не буду принимать. Отказываетесь. Да, он сказал, что отказываюсь на камеру Потом он говорит, нет, я не отказываюсь Вот это вот сейчас переобученное начнется Ну посмотри, ну это же пипец просто Вот за эту тему Сколько раз говорил Вот знаете, вот хочу услышать Вот в комментариях на ютубе Давайте только откровенно, вот допустимо это или нет Я понимаю, что Огромные магазины, бывают, да, там Пятерки, магниты, там еще что-то Ну бывает, где-то недосмотрели Бывает еще где-то, ребят, но когда Пыль, видно, что это прям Она, я не знаю, месяцами Не вытирается, вот прям месяцами Ну типа видно, когда Просто жесть, я понимаю, люди Ходят там, еще что-то Ну это прям трэш Я считаю это, ну не критично Но я считаю Что все-таки есть уборщица Есть у них ПХД Ну хотя бы тряпкой смахни Ну ты мимо проходишь эти прилавки, они же должны Прилавки протирать, еще что-то Ну полюбасу, ну блять, ну возьми тряпкой Ну так чисто символически, вот так вот Два раза смахни Хотя бы как-то Потому что иногда подходишь, блять, слой пыли Я вот Ты когда ищешь просрочку, жалко Тема не вставил этот момент А, это в предыдущем ролике, в первой, по-моему, да, части Ищешь просрочку, у меня руки Знаете, покрываются такой, как Какой-то, блять, это не пыль, не грязь А какая-то, знаешь, вот как будто такая вот Как какая-то сажа или что-то типа такого Потом это, знаешь, такое жирное Это все не отмывается Это пыль, песок, грязь Короче, там все вот так вот в перемешку намешано Поэтому не очень приятно Я считаю, что все равно все-таки должны убирать Я понимаю, ну, мы все-таки покупатели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!